Друзья, всем привет! С вами на канале Твой Игровой Денис и Филипп, и мы поиграем в настольную игру Махинаторы. Это новинка, в которой мы будем представлять вот таких хитрых, человекоподобных зверей, которые занимаются страшными вещами, подделывают деньги. И наша задача будет накопить к концу игры, когда у нас закончится полицейское расследование, и наш коварный замысел раскроется, начинается накопить как можно больше настоящих денег на офшорном счету и у себя в кошельке, будем так говорить. Количество денег у нас за ширмой, то есть денежки прячутся за ширмой. И как проходит игра? Я буду играть за цаплей. У меня есть три подручных. Денис выбрал себе лося. Олень. Олень. Это олень. Это олень? Сам ты олень. Короче говоря, вот три твоих подручных. Также в игре вот игра до четверых игроков. Здесь есть еще крокодилы и бегемоты. Мы их фишечки убираем. Они нам не нужны. Крокодилы и бегемоты. И смотрите, для трех-четверых игроков здесь у нас другая сторона поля, где больше свободных ячеек. Вот, а нам будет на двоих вот эта сторона поля. Фишечка полицейского расследования начинает вот здесь. И как проходит игра? Во-первых, у нас есть стартовое имущество. Поскольку я первый игрок, фишка первого игрока, у меня есть 20 настоящих денег. 20 долларов. У тебя 30. То есть у каждого следующего игрока на 10 баксов больше. Также у нас у каждого есть принтер уже на старте. И одна случайная карта стартовая. Они вот с такими белыми рубашками. Выбирай. Это не важно на самом деле. Да, и это один из элементов для печати подделок. Вот у меня краска, у тебя бумага. Теперь. Также есть конверт, куда мы будем складывать деньги, которые выводим в офшор. И по три подручных. Вся игра проходит путем выставления подручных. То есть это такой миппл плейсмент. Игра на выставление рабочих. Мы берем по очереди, начиная с первого игрока, каждый одного своего рабочего. Занимаем им свободную клетку на поле и выполняем ее действия. Давайте кратенько тогда пробежимся по тем клеткам, которые здесь есть. Ну, во-первых, каждая клетка, на которой вот такая шляпа полицейская изображена, будет двигать нашего полицейского. То есть расследование будет приближаться к его завершению. Тут тоже на этом треке есть несколько интересных клеток, про которые я чуть позже расскажу. По действиям, значит. Тут у нас, видите, здесь как бы город такой изображен. Кстати, художник Ян Отул. Говорят, что очень ценится в настольных играх этот художник. Нарисовал на такой вот город. Мы, собственно говоря, будем ходить по разным учреждениям в этом городе и выполнять их действия. Итак, первое учреждение это черный рынок. Вот у нас на черном рынке вот такой ряд карт. То есть мы их покупаем за настоящие деньги. Занимаем ячейку. И, например, вот за 40 баксов можем взять голограмму. Это один из элементов для печати подделок. Чем у вас больше разных элементов, ну всего их три вида, тем лучше, тем качественнее вы будете делать подделки. На старте у нас вот по одному уникальному элементу. Соответственно, мы можем печатать только подделки первого уровня. То есть самые такие беспонтовые, простые. Если у нас будет два элемента, то покруче. И три элемента мы самые крутые подделки будем делать. Голограммы, кстати, самый редкий из всех элементов, которые встречаются. Вот. За 30 можно купить принтер дополнительный. То есть печатать больше денег определенного качества. И вот еще краски и бумага нам доступны. И вот эта закусочная. Она в конце каждого раунда будет превращать одну из наших поддельных денег в настоящую купюру. Дальше смотрим. Ну давай я, кстати, сразу возьму себе бумагу за 10 баксов, сдаю в банк и забрал себе бумагу. Новые карты не открываются только в следующем раунде. И выкладываю перед собой, эта информация открытая, и эти карточки, они уже останутся у нас до конца игры. То есть по рынку понятно, в принципе. Да. Дальше. Вот это у нас супермаркет. Здесь можно обменять поддельные деньги на настоящие купюры. До трех поддельных купюр на три банкноты номиналом 50. То есть неважно, какие купюры, они все, видишь, вот эти подделки, они по номиналу 50 идут. Но такая ячейка всего одна, и она двигает полицейское расследование. Когда у нас фишка полицейского пересечет вот эту ячейку, это значит, что полицейские в супермаркете научили кассиров отличать поддельные купюры от настоящих. И когда у нас расследование зайдет вот до этого уровня, в супермаркете перестанут принимать купюры поддельные с символом, с одной звездочкой. Вот самые плохие. Да, вот здесь, соответственно, уже нельзя будет сдать супермаркет с двоечкой, и вот здесь с троечкой. То есть вообще супермаркеты не будут больше принимать подделки. Вот эта клетка, это перекуп. То есть он у нас перекупает поддельные купюры, меняет их на настоящие деньги. Но, естественно, уже совсем по другому курсу. Здесь можно обменять тоже до трех, а, до восьми. Вот, вот перекупщик принимает до восьми, вот здесь написано. До восьми поддельных купюр, и каждую оценивает одну звездочку в 20 денег, 20 долларов, две звезды в 30 и три звезды в 40. Но вы ему сдаете пачку, и вот вы, например, сдадите ему 8 купюр, но среди них будет одна первого уровня. Он все их оценит по минимальной стоимости, по двадцатке. То есть я ему сдаю 8 купюр, неважно, там будут двойки, тройки и единицы, если все в кучу, то он все эти купюры оценивает как самую плохую подделку. Как хитро. Да. Хорошо. Если вы ему все троечки сдадите, тогда все купюры будут по 40. Если вы сдадите ему двойки и тройки, то все будут оценены по 30. Если там хотя бы одна будет единичка, то все они по минимальному номиналу по двадцатке оценятся. Дальше у нас есть чартерный рейс. То есть можно слетать, вывести деньги в офшор, на частном самолете. Вот здесь, зачем их туда выводить, чуть позже расскажу. Есть платный рейс за 30 долларов, есть чартерный рейс. Это если вы купите с черного рынка собственный самолет, тогда заняв вот эту клеточку, вам не надо будет платить эти 30 баксов. Вы, когда летите, любое количество своих настоящих денег кладете вот этот конвертик и до конца игры про них забываете. Они будут только в финальном панчете участвовать. Зачем выводить деньги в офшор? Тут на этом треке есть такой замечательный пунктик, как крестный отец. Крестный отец мафии требует с вас налог, и из всех денег, которые у вас в руке, вы их пополам делите и с округлением в большую сторону возвращаете в банк. То есть платите крестному отцу, короче, свой откат. То есть от 50 я заплачу 30. 30, да. Ну там сдачу тебе выдаст, если что, крестный отец. Я понял. Вот, соответственно, вот здесь есть тоже клеточка на треке, которая запрещает вообще любые полеты. Да, то есть после того, как расследование пересечет вот эту ячейку, больше летать на самолете ни чартером, ни платным рейсом нельзя. Пресекли наши офшоры. Вот это налоговая махинация. Заняв эту клетку, можно взять 30 настоящих денег. И заняв вот эту клетку, вы берете и 30 денег, и жетон первого игрока. То есть в следующем раунде будете ходить первым. И вот здесь, собственно говоря, вот эти три ячейки, это печать подделок. Каждый ваш принтер, вот сейчас у нас один принтер, вы его так выставляете, и каждый, ну в смысле не этого, конечно, а свою. Каждый ваш принтер произведет по две купюры соответствующего номинала. То есть вот я произведу, сейчас если займу эту ячейку, произведу две купюры, двухзвездочные два, качество два. Все, все правила. Погнали. И тогда теперь мой ход, я хочу... 30 баксов и забрать у тебя... Угу. Угу. Супер. Три. А я запущу, знаешь, печать подделок, наверное. Давай. У меня всего 10 баксов. Подделочки печатаем. Значит, как и говорил, качество два. Вот так беру. Угу. И собирать нужно разные звездочки. Разные, да. То есть две краски не дадут. Две краски тебе не дадут еще одну звезду. Они тут даже в разных местах написаны. Все так. Так. Мы тогда... Мы тогда будем открывать сеть закусочных. Ох ты, богатенький, Буратино. Да, я поэтому на 30-ку и пошел. А, раз, два, три, четыре, пять. Все, рассчитались. Так, хорошо, хорошо. Ну что, надо, наверное, нам в супермаркете тогда сбагрить. Денежки. Оп. Расследование двигаем. Да. И я меняю в супермаркете. Опа, такой пришел, короче, там две пятитысячные купюры сдал. Не следуйте этому. Не повторяйте этих действий в реальной жизни. Да, иначе вас посадят. Так, и тогда мне надо, чтобы она сработала в конце раунда, надо что-то напечатать. Печатай, конечно. Так, это мой последний ход. Ты печатаешь две купюры единичкой. Но мне без разницы. Мне, собственно, да, тоже было без разницы пока что. Вот так на будущее. Все, у нас закончился раунд. Они такие даже, знаешь, потертые. Да, 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 они такие типа козьи. Понятно. Вообще, видишь, что здесь они реально отличаются, эти потертые. Эти чуть поярче, эти прям яркие. Ага. Какой-то клево. Да. Все, у нас раунд закончился. Возвращаем своих подручных. Лоси ваши, цапли мои. Да, олень я. Олень, олень. Сдвигаем вот эти. Здесь, кстати, если бы была карта не куплена за десятку, она бы сбросилась. А вот здесь нарисована. Здесь там мусор нарисована. Вот эти у нас дешевеют. И, соответственно, открываются две новые. Вот частный самолет. О, самолет. И еще одна закусочная. Задобрать самолет. Ходи, твой первый ход. Мой первый ход. А денег нет. Подожди, у меня, подожди. И мыслей нет. У тебя закусочная произвела, обменяла, обменяла одну фальшивую на одну настоящую купюру. Да, чуть не забыли. Да. В этом смысл закусочных. Да, и там смысл. Блин. Угу. Я знаю, нам нужен еще один принтер. Тебе. Чтобы печатать больше беспонтовых подделок. И сбагривать их в своих закусочных. Мне не нужен принтер. Точно. Ну, сто процентов. Ну, может, это 3D принтер. Возьму еще. Да ты ничего себе. Дорого ты их берешь. Они мне по полтосу приносят. Нормально. Они себя окупают на следующий же ход. Так, а я возьму голограмму, чтобы вообще самые крутые деньги печатать. 30 это стоит. 50. Сдача 20. Все, я теперь могу третьего уровня подделочки печатать. Хрен, кто меня когда поймает. Так, я тогда буду печатать. Запускаем станки. Две штуки напечатан. Две первого уровня, да. Так, так, так. Принтер за 20. Подсадку. Смотри. Вообще халявный принтер, слушай. Подешевел это. Ну, точно не хьюлят пакарты. Че-то. О, я могу взять краску за десятку. А мне какая разница? Мне эти же. Так, а там у меня денег все равно нет, да? Смотри. Смотри, скоро налоги крестному платить. Да. Да, это налогов все дожить. Но у меня 10. Че-то налогов. А, ну тебе да. Самолет бери об этом. И улетай. У меня нет денег на самолет. Ну что ж, ты не наворовал еще. Ну да. Не напечатал, в смысле. Напечатал. Давай я еще печатаю молодые штучки. Угу, угу. Так, ну что, напечатать подделки или купить себе самолет? Слушай, ну у меня будет много денег. Я думаю, самолет окупится. 40 потратил. Самолет взял. Самолет забрал. С серебристым крылом. Все? Все. Да, раунд. Две подделки. Да, блин, хитер, багер. Ушо, а у нас в этом раунде даже не двигалась фигурка. Да. Ну и как-то. А мы аккуратны. Бывает. Аккуратны, вот так. Нечего жестить. Не надо. Так, я опять первый. Это ж хорошо. Тебе я в любом случае обманю. Подожди, давай, рыночек. Ты от закусочных. Да, рынок надо обновить. Откуда обновляется? Да, это не важно. А, нет. Ну, на самом деле. Да, нет, все правильно. С этой, да. С этой. Новая. Там они собраны как А, Б, С, Д. То есть, и вот эти, соответственно, должны появиться последними и быть дороже всех остальных. Ага. Твой ход. Мой ход. Так, вот про вот это расскажи зрителям. Про лотерейные миги. Да, ну, лотерейка. Лотерейка это... Ну, грубо говоря, вы ее покупаете, и потом в конце игры она вам приносит 50. 50, да. Это, чтобы у вас этот Дон Корлеон и не Аджоба? Да. Ну, вот ее можно за 20. Лотерейный билет у вас крестный отец, да, не забирает. Ее можно за 20 забрать. Ну, это выгодное вложение. Конечно, выгодное. Тридцатка чистого навара, но ты просто его, ну, это просто не обналичиваешь. Да, я так и сделаю. Заберу его. Ага. Раз закусочных пока еще нет. Это 50, 30 сдач. В конце игры, кстати, вот здесь еще все равно все твои закусочные отработают, как обычно, в конце раунда, да. И там еще будет карта плохой и хороший адвокат, которая позволит тебе перевыставить работника. Ну, короче, дойдем до них. Дойдем. А я печатаю. Мне нужны деньги. Ну, печатай правильно все. Смотри, это получается 4 купюры я печатаю, потому что 2 принтера, и все они третьего номинала. Так, раз, два, три, четыре. Есть. Ходи. А тебе сейчас выгодно двигать, наверное? Нет. Зачем? У меня у самого сейчас кучу денег. Ммм. Поэтому мне не надо. Месячно надо потратить. У меня же 2 гостиницы, 2 закусочные принесли. Так, для начала, наверное, а, тебе самолет все равно не нужен, поэтому я могу спокойно вначале взять принтер за десяточку. Угу. Самолет тебе второй не нужен. Ну, ты можешь его купить, чисто что-то. Мне голограмма вторая уже так-то не нужна. Я могу ее купить только ради того, чтобы тебе не досталось. Ну, да, только лишить тебе возможности такого же качества купюры печатать. Мне не нужны купюры большого качества. Я не собираюсь. Я понял, ты от закусочных играешь. Ну, давай, что, пойдем тогда. Подвинули расследование. Угу. И поменял 3 на 3 полкишка. Ну, сейчас ты можешь срезать мне денег нормально. Нет, я самолет... Хух. Я очень добрый человек сегодня. Настроение... Ну, тогда срочно в офшор. Ты что сделал? Самолет купил. Самоль купил. За 30. Ага. Ну, смотри, на самолете в один раунд только один сможет отправить. Так что наши чартерные рейсы. Ну, ничего страшного. Лети. Гаупчик. Так. Любое количество я могу отправить. Давай все. Ну, да, ты можешь мне это даже не показывать. Просто, типа, надо запоминать, да, сколько там твой противник, чего я обменял. Все, вывел. Все. Да, заканчиваем раунд. Цапель моих отдай. Блужу. Извини. Я эксплимент. Так. Две фальшивочки ушли. Две пятишечки пришли. Блин, у него там денег уже миллиард. Потом. Суп с котом. Вот это поднялось. Тебе надо срочно их в офшор. Да там их не так много, на самом деле. Да у тебя дофига там полтинников, не рассказывай. Оооо, какая красота. Какая красота. Ну, ходи. Какая красота. Просто, если ты сейчас их не выведешь в офшор, то очень сильно рискуешь. Я что, ты пойдешь в офшор? Угу. У тебя фальшивок нет. Ну, я могу и печать, смотри, мне выгодно даже и печать будет запустить, выставив на шапку, чтобы у тебя срезать половину денег. Ну, хорошо, хорошо, пускай. Ты считаешь, что я такой богатый? Мне кажется, да. У тебя там твои закусочные понаменяли. Хотя, ты же покупал там и за сорок, и за тридцать. Не знаю. Мне в любом случае печатать надо. Что, мои принтеры будут простаивать? Нет. Вот так. Вау. Ну, я печатаю. Ну, у меня всего сотни. Раз, два, три. Ну, полтинничек сдай. Полтинничек. Это мелочи для нашей компании. Окей, окей. Окей, окей, окей. Так. Ходи. Вот. Да, вот здесь. Вот здесь. А то мы это уже разыграли, не поставили. Ну, теперь я тоже печатаю. У меня четыре штучки. Раз. Два. А теперь, кстати, не скоро будет крестный отец следующий. Три. Четыре. Да, там сейчас... Сейчас запретят... Да, но мне выгодно двигать, чтобы запрещать тебе их там обменивать. Это у тебя сейчас самый выгодный вариант. Обменивать там бабки. Так, у меня они третьего уровня. А-а. Да. А, ну да. Там все... Поэтому... Оп. Оп. А вот ты уже не можешь. Потому что первого уровня уже не принимают в супермаркетах. Мы меняем. Три штучки, но три полтичка. Ходи. Так, ну в этом нет смысла никакого. Это поделись в однодействии. Принтер мне не нужен, тебе не нужны. Голограммы не нужны. Принтер тебе не нужен. Сгоняем. Полетел. Нет, зачем? Зачем мне печатать шесть в ход? Шесть. Карл, зачем? Тут вот этих... Не знаю, куда девать. И перекупы можно. По двадцать, не о чем. Я возьму еще один принтер. Пожалуйста. Шесть в ход буду печатать. Полтинник. О. А полтинник же тут. Сор. Ну да, сорок вот задачу взял. Все, хорош. Все, заканчиваем. Вот. Вот это сгорело. Вот эти две подвинулись. Закусочные твои работают. Это вышло сюда. Вот этот самый добрый адвокат. Раз, два, три. Блин, ну просто в ход по три фига. Раз, два. Я тут действиями. Ну ладно, сейчас перекупы буду их продавать. Ходи. Он что позволяет делать? Он в самом конце игры, то есть видишь, когда уже молоток бьет, типа суд завершен, позволяет тебе одного из твоих выставленных на поле переставить в другую свободную ячейку. То есть это тебе дополнительное действие даст, но в конце игры. Ну то есть... Ну так себе, да. Ну естественно его за полтос никто не купит. Когда подешевеет, возможно будет актуально. Полтос дорого. Дополнительное действие, оно тоже как бы... То есть у тебя будет на действие больше, чем у твоего соперника. В сумме. Одним действием тут можно денег сделать нормально. Ну опять же, на свободную. На незанятую. Лотерейка. Хорошо. Печать. Причем вот такая. Шесть. Раз, два. Три, четыре, пять, шесть. Уходи. Так. Мне нужна тоже печать. Потому что в этом случае не хватает. Печать. Раз, два, три. Четыре. Супермаркет. Четыре. Оп. Двоечки не принимают в супермаркете. Я сдаю три тройки. Раз, два, три. Улетел. Офшор. Раз, два, три. Так, так, так. Раз, два. А мы еще печать запустим вот так нагло. Бум. И раз, два, три, четыре, пять, шесть. А, все, раунд, да? Да. Больше не выкладывается. Забираем. Ходи. Так, раз, два, три. Ушло. Раз, два, три. Закусочные, да? Не забывай там свои. Угу. Так. Так я трачу. Все, ништяк. Угу. Той. Куда-нибудь, блин. Не должно быть и здесь. Час, какие-то махинации там. Да, я просто те, которые новые полотенки взял, сразу в конвертезу. Красавчик. Хитрык всегда так делать. Сейчас очень сложно. Да ладно. Простая игра. Не, ну, надо рассчитать, да, когда закроют вывод в офшоры. Иначе потом с крупной суммой придется дважды ее ополовинить, если не успеешь вывести. Полетел таки, да? Да. Что правильно? Сделал, да? Так, а я вот это выбираю. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Восемь, восемью четыре, это 320. Да. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Это триста. Две десяточки. Входи. Ну, тогда, раз ты такой жук, мы сделаем следующим образом. Нееет. Нееет. Ничего не происходит, просто эта фигня двигается. И закроют тебе выезд. Хорошо. Давай. Давай. Ну, раз ты такой жук, давай мне первого игрока. На, на, и тридцать. Так. Ну, тогда мне останется чуть-чуть напечатать. Да? Даже вот так напечатать. Раз, два, три, четыре. У меня денег нет, а я должен половину скинуть. Это значит, смотри. Слушай, реально. Даже со смещением. Со смещением. В супермаркет приходит. Чего это? А, ну, только на этих такое. Слушай, это специально. Реально специально. Нет, только на одной. Это не специально. Да, это специально. Мне кажется. Ну, ладно, защищай, защищай. Нам только на одной. Это косяк. Да. Забей, короче, это не важно. Так, смотри, значит. Да, сколько там тебе, считай, сисун? Сто, двести, триста, четыреста, четыреста, пятьсот, пятьсот пятьдесят, шестьдесят, восемьдесят, девяносто, шестьсот десять. Это шестьсот двадцать. Шестьсот двадцать, триста десять. А-а-а, все, что я наменял там практически. Двести, триста, десять. Блин, ну это печально. Убираем конкурентов потихонечку. Твой ход. Мой ход. Я же тридцатник взял? Взял. Взял, взял. И после этого ты располовинил? А после этого? Нет. Да. После того, как ты располовинил, я тридцатник взял. Нет. Вот сейчас твой ход должен быть. Потому что у меня уже триста... Нет, смотри, ты что сыграл? Ты печать сыграл? Запретил вылет. Нет, я вот это сыграл, запретил вылет. А потом печать и поменял дальше. Нет, нет, и смотри, как было. Ты ходил первым? Да. Ну сейчас мой ход, да. Сейчас мой ход, потому что ты три уже выставил. Ты взял тридцатник до того, как я располовинил. Тридцатник я взял по 100, как ты располовинил Ты вторым ходом располовинил? Да только что я располовинил Ты что, прикалываешься что ли? Смотри, мой первый ход был Улетел на Багамы Потом я пошел к этому Потом ты такой, ага Раз ты такой Я запретил тебе вылеты Ты взял тридцатник, а потом я пошел вот сюда И располовинил тебе А, я же уже вылетать не мог Поэтому я взял тридцатник Я просто думаю, почему я не... Если у меня был шанс, почему я тогда не вылетел А ты вылет и запретил Ну тогда еще фальшивок на все гуляем Раз, два, три, четыре, пять, шесть Все, закончилось Забираем барабы домой Это сюда Это мой первый ход Мой первый ход, давай Теперь ты у нас великий Давай возьмем за двадцаточку вот это Мне кажется, он зарешает А, подожди, раз, два, три На раз, два, три Так, все, про конверт можно забыть Ходи Вариантов вывести туда нет А что я, собственно, туплю Делаем вот так Оп И у меня раз, два, три, четыре двоечки Это восемьдесят Блин, ну ты выиграл Потому что Потому что я протупил Тройки не принимают в супермаркетах Вот я поэтому туда и пошел А это я тебя перекрыл Теперь ты просто расследование двигаешь на один И все Ну не факт, что у меня больше будет в итоге Понимаешь? Мы там еще пополовинимся А, ну у меня потом еще 150 Да я в офшор один раз все выводил и проиграл Ладно, давай тридцах просто возьмем Хорош Взял тридцаху Ай, набрал, блин Так, что ты можешь еще сделать? Ничего не можешь делать Да, закрывай игру и все Зачем? Я вначале возьму тридцаху А в следующем я закрою Лишние деньги-то не бывает А теперь твой хоб Ты что-нибудь делай Печатай, например Да, что толку? Неважно, они все равно ничего не принесут Правильно? Ну и все, я закрываю игру Я не знаю, иду Просто, чтобы подвинуть его И по половине срезаем Так, у меня тут Да, давай смотрим, сколько у меня Ой-ой-ой У меня двести Сто Двести пятьдесят Двести шестьдесят То есть Двести шестьдесят Двести восемьдесят Сто тридцем Сто тридцем Сто тридцем Сто Десять Триста двадцать Сто шестьдесят Скидываю Ой, крестный Подвел ты Потому что я обращался к тебе за уважаем Все, считаем деньги Да, подожди, принтеры А, два А, нет, у меня еще и адвокат Ну, а что он сделает? Ну, не знаю А, придурок Зачем? Не знаю Короче, этот адвокат на двоих бесполезный Ну, что я сейчас сделаю? Надо там, где много Это если бы я за... А, ну и то Адвокат... А там два адвоката, если на четырех играть Короче, три взял за это И вот эти я переверну Возьму за них Я только просто фальшивок еще могу напечатать Ну, а толку в них? Ну, все, считаем бабки Так О, как раз 50 320 100 200 300 400 500 600 700 Ну, ты гений, короче Фальшиво монетничество И потирание Ну, потом Ты проиграл за счет того, что я целенаправленно Ну, грубо говоря, отрезал тебе пути Я проиграл за счет того, что не успел вывести бабки в офшор Я бы вывел там около 500 бы вывел И все, да И тогда бы Просто не успел Вот видишь, как тут нужно четко все Плоть до одного хода рассчитать Мне не надо было жадничать Не делать А, ну, тогда бы я меньше вывел Я же первым ходом пошел И 320 себе наделал Да, так бы ты 3 всего сделал А так бы Нет, я бы не сюда пошел Надо было сразу выводить то, что есть У меня там было где-то около 300 А, вот, кстати, да Я бы 300 вывел в офшор Ну, вот как я до этого делал И ты этим мне еще перекрываешь Как я до этого делал Да Лечу У меня там было 100-150 Я лечу и выкидываю Короче, летать в офшоре надо почаще Почаще надо летать И не жадничать Да, пока возможно Не надо накапливать кучу Ну, вот еще мнение В принципе, это такое Евро очень легкое То есть, прям даже ниже средней сложности Да И по порогу вхождения Ну, тут нужно очень как бы считать и не жадничать То есть, это такое евро на жадность Где вы, в принципе, видите всю информацию на поле И нужно рассчитывать и почаще летать в офшоры Ну, в принципе, прикольно Компоненты прикольные Единственное, что деньги бумажные Но в этой игре они должны быть бумажными А, какие они тебе должны быть? Ну, есть много игроков, которые не любят бумажные деньги Типа, Том Весел Фигурки клевые И у меня, кстати, прототип на самом деле То есть, это пробная версия Может быть, они еще будут что-то менять В целом, в целом норм Вполне такая игрушечка прикольная Очень легкая евро Правила объясняются очень быстро Еврофиллер, да Очень классно Не знаю, мне понравилось Реально прикольная игра Я бы поиграл бы еще на 4 На 4 игроков Она очень легкая Здесь ничего такого не перегружено Ничего Вот ты сел за... Сколько мы? За полчаса сыграли С объяснением правил Да За полчаса сыграл Такую, знаешь, как разминочная такая Отличный гейтвейк, кстати И тема прикольная Потому что тоже Такая Она хоть и незаконная Но такая Интересная Можно сказать, что типа Это что-то вроде монополии Ну потому что она около того Типа на экономическую тематику Ну да На тематику экономических преступлений Да В монополии все закон В монополии тоже в тюрьму можно поехать Неизвестно за какие преступления Наверное, после этой игры Вот типа Ну, наверное, да И тебя в монополии Потом уже ловят Да, карма Короче говоря Вот для евро игроков Как филлер Вот те, кто любят большие евро Им же тоже надо отдыхать Нет, нет Мозг разгружать Да Вот, пожалуйста Эту игру разложили Сыграли Очень быстро Получили удовольствие Хорошая игра Это не наш, да, автор? Нет Оливье Буржуа Оливье Это француз, наверное Ну, это еще не факт Сейчас по имени судить Кто он Оливье Буржуа Ну, как бы Возможно, француз Но он может быть Как бы другого происхождения Ну, европеец Скажем так, да Все Ссылочка Если вас игра заинтересует У нас, как обычно Будет в описании к видео С вами был Денис Филипп Канал Твой Игровой Играйте в те игры Которые вам нравятся И не нарушайте законы Ни в коем случае Только если вы не олень В махинаторов сейчас Мы покажем высший класс Деньги выведем в офшор Ты не жди нас Прокурор Деньги утром рисовали К вечеру всех повязали Дали цаплим 10 лет А олень пропал в обед Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин